Друг, который буквально в 35 лет остался без зубов, в кость устанавливает сам имплантат. Ходят мифы о том, что это очень больно. Один раз мне пришлось устанавливать имплантат собаки. Здравствуйте, с вами сайт города Славянска 6262 и наш проект «Беседа о здоровье». Сегодня у нас в студии главный врач, стоматолог клиники «Ренессанс» Моторный Антон. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Лида. Мне очень приятно, что вы пригласили меня на интервью. Я так понимаю, сегодня мы будем говорить об имплантологии. Ну да, этот вопрос очень актуальный в настоящее время. Все больше и больше пациентов нуждается в этом. И я думаю, что очень интересно будет многим вашим зрителям узнать, может, те заблуждения, те стереотипы, которые сложились, неверные в этом направлении. Хотелось бы поставить все точки на «ты». Если коротко, что такое имплантология? Это операция, это что-то сложное. Вот что это в общем? Ну, если, скажем, не вдаваясь в серьезные медицинские термины, и сказать это простым народным человеческим языком, чтобы было понятно всем, это внедрение в космую ткань человека металлического титанового шурупа, на который будет впоследствии опираться коронка. То есть есть несколько разновидностей имплантаций, и есть разные разновидности коронок и так далее, и тому подобное. Но если говорить коротко и так, чтобы понятно было, то есть это дополнительная опора, на которую фиксируется протез пациента. Как вообще имплантаты стоматологические появились? Достаточно интересная, курьезная история, с которой они вошли в нашу практику, заключается в том, что отнюдь не стоматологи придумали стоматологические имплантаты. Да, на самом деле был случай, когда профессор Браннемарш швейцарский еще в 50-е годы изучал строение кости. И для того, чтобы качество и четко анализировать все процессы, которые происходят в кости кроликов, ему понадобился микроскоп, лупа которого была изготовлена из титана, и часть этой титановой лупы внедрялась в кости этим животным. После того, как была необходимость его извлечь из животного, была чрезвычайная сложность. Он настолько крепко перерастал в кости животного, что изучить его практически было невозможно. Либо приходилось убивать животное, что не очень хотелось, либо приходилось ломать дорогостоящий микроскоп. И тогда уже у этого человека зародилась идея, эту, ну, скажем, негативную проблему, которую он столкнулся, внедрить и помочь людям. У него были знакомые, знакомый друг, который буквально в 35 лет остался без зубов, и никто ему не мог помочь. Какие-то качественные протезы никто не мог ему сделать. И у этого человека родилась идея создать, ну, скажем, штифты про образ будущих имплантантов, которые бы он мог установить в челюсть, на которые можно было установить в будущем протез. К большому счастью, эта операция прошла удачно. И четыре установленные имплантанты врачом, который тогда был физиологом, впоследствии начал заниматься имплантологией, прижились, и впоследствии на эти имплантанты были установлены съемные протезы. Бесконечно этот пациент был благодарен и проносил эти имплантанты более 40 лет. С того момента все начало развиваться? Да, с того момента пошло, да. Очень много, конечно, существует домыслов и теорий, но этот факт, что существует интеграция к металлам, скажем так, основным металлам, которым используется в стоматологии, в имплантологии является титан. Наверное, процентов 99 имплантатов состоят из титанового основа. Есть еще циркониевые имплантаты, танталовые имплантаты, но они занимают... Это непосредственно то, что вживляют, да? Да, вживляется кость. То есть это те биоинертные материалы, к которым абсолютно инертный организм, даже более, он принимает этот металлический имплантат, врастает в него. Ну и современная наука достигла таких результатов, что врастает настолько, что извлечь его практически бывает невозможно. К сожалению, имплантаты не все приживаются, не всегда по вине имплантации. Есть очень много факторов, которые влияют на хорошее, качественное приживление имплантатов. От чего это зависит? Ну, прежде всего, это от самого имплантата. То есть в настоящее время в мире существуют сотни, наверное, тысячи систем имплантатов. От дорогих, дешевых, большое количество разновидностей, и так далее, и тому подобное. То есть насколько качественно обработана поверхность имплантата, настолько лучше и качественно приживается в кости. Это первое. Второе, естественно, это квалификация врача, который будет производить манипуляцию. Третий, это соматическое здоровье человека. То есть насколько человек здоров. Хотя к этому фактору мы подходим все более и более лояльный, потому что в настоящее время немножко изменились показания к установке имплантатов. Потому что раньше мы очень боялись сахарного диабета, эндокринных заболеваний и других. То сейчас, в принципе, если пациент следит за своим здоровьем, то это абсолютно не является противопоказанием. И все, как правило, удачно это происходит, если пациент, скажем, соблюдает все рекомендации врача. Да, иногда пациенты спрашивают о противопоказаниях, которым нельзя устанавливать имплантаты. То есть если раньше курение, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, пожилой возраст, это были, ну скажем, крест, либо абсолютные противопоказания к установке имплантата, то сейчас эти показания достаточно смягчились и уменьшились. То есть если, естественно, мы призываем пациентов нашим следить за имплантацией, бросать курить, и отсутствие вредных привычек, но, к сожалению, мы проконтролировать это не можем. Ну и практика, в общем-то, показывает, что у курильщиков и, скажем, других людей с вредными привычками, естественно, риск приживления, риски увеличивается. Но в целом, скажем так, имплантация является надежней, чем даже, скажем так, установка мастовидных протезов. Еще одним из факторов, которых я и назвал, скажем, наверное, это ключевой, который нас останавливает. Это острые воспалительные процессы, которые имеются у пациентов. Ну и, естественно, сопутствующие тяжелые заболевания. Это онкологические заболевания, системные заболевания с садительной тканью, ну и также заболевания иммунной системы. Ну, скажем, это ВИЧ и так далее. В таких случаях нельзя устанавливать? Да, в таких случаях, скажем, здесь требуется консультация сопутствующих специалистов для того, чтобы, скажем, понять, насколько возможна ли в данном случае установка имплантатов и дальнейшая реабилитация. А вот вообще в каких случаях имплантология необходима? Ну, имплантология необходима, скажем так, в случае отсутствия одного или более зубов. То есть, если отсутствует один зуб, это уже является показанием к установке устанавливического имплантата. Еще недоговорил самую, наверное, важную момент. Один из факторов, который влияет на прижавление имплантатов, это, конечно, состояние кости и мягких тканей, то есть десен, которые остаются у пациента после удаления зуба. На это очень важное внимание уделяют, потому что исходная ситуация у пациента является, наверное, самой критической, самой главной. То есть, если, скажем, ситуация несложная, вы первый вопрос задавали, является ли эта операция сложной или нет, то, по сути, эта операция не очень сложная и, скажем, приравнивается к несложному удалению зубов. Но, к сожалению, бывают случаи, когда требуются достаточно масштабные, достаточно большие операции по наращиванию костной ткани, которые требуют даже иногда общего наркоза, который в последнее время мы очень часто начали использовать, седацию для того, чтобы облегчить, скажем так, ну, скажем, мучения и послеоперационные боли пациентам. Да, в тех случаях это происходит более сложно, риски, скажем, осложнений тоже увеличиваются, но, скажем так, с каждым годом все эти протоколы этих операций, они упрощаются, результаты и материалы, которые используются, усовершенствуются. И с каждым годом, скажем, мы имеем более качественный и прогнозируемый результат. А если описать поэтапно, то как проходит установление имплантата? Ну, скажем так, если не вдаваться в подробности и разобрать самый классический вариант установки имплантата, то ситуация следующая. Если мы посмотрим эту картинку, то на данном макете отсутствует один зуб. В данном случае эту ситуацию можно было решить двумя способами. Либо обточить два соседних зуба, надеть на них мост, либо установить имплантат. То есть имплантация происходит следующим образом. В кость устанавливает сам имплантат. Некоторые пациенты называют его «вживляют», некоторые еще по-другому. Но смысл-то чего? То есть устанавливается имплантат в кость. Здесь уже после установки имплантата, здесь возможно несколько вариантов. Вариант первый. Имплантат ушивается. И после операции во рту пациента ничего как не было, так и нет. Если же на данном этапе есть хорошая стабильность имплантатов, то в данном случае врач может предложить временную коронку пациенту. Сейчас достаточно часто практикуется это, потому что пациенты очень редко хотят ходить без зуба. Ну это да. Если начиная, ну лет 10-15, когда мы начинали имплантацию, то об этом могли мы только мечтать, то сейчас такая технология доступна и, в общем-то, применяется сейчас достаточно широко. Через 2-3 месяца, когда уже приживается окончательный имплантат, в него устанавливается постоянный абатмент. Либо головка, то есть это тот инструмент, на который будет фиксироваться ваша постоянная коронка. Вот примерно так в сборе выглядит сам имплантация. То есть 2-3 месяца человек ходит с временной коронкой, но она выглядит как обычный зуб? Да, она в принципе выглядит эстетически приемлемо, как правило, изотавливается из пластмассы, либо из других компонентов. То есть, ну, по крайней мере, эстетический пациент реабилитирован, и он может, скажем так, себе позволить находиться на работе либо учиться. То есть он даже на этот зуб может есть. Но это довольно-таки длительная получается процедура, да? Ну, это все относительно. Когда мы, опять же, еще повторюсь, начинали этим заниматься, то минимальные сроки установки имплантата и реабилитации были около 6 месяцев. Да, разница есть. С каждым годом этот срок уменьшается. Вы знаете, в последнее время все больше пациентов обращается к нам с полным отсутствием зубов. Это достаточно непростые пациенты, учитывая, что у них за плечами большой негативный опыт ношения съемных протезов и которые, скажем, психологически очень, ну, скажем так, негативно настроены. И реабилитация таких пациентов достаточно бывает непростой. Но с приходом имплантации и приходом технологий, при которых установка имплантатов и протезирование происходит достаточно в короткие сроки, а иногда этих мы пациентов протезируем в течение недели после операции, а бывает и быстрее, то эти пациенты, ну, скажем, очень благодарны, учитывая, что еще буквально каких-то там 5-10 лет у них абсолютно не было никаких шансов для того, чтобы, ну, скажем, жить полноценной жизнью. Да, и это не съемная челюсть, не какие-то там странные штуки. Это реально свои зубы пока. Это вполне, скажем, рядовые ситуации. Вот установили, получается, имплантат. Что нужно? Нужен ли какой-то особый уход за ним какой-то? Что нужно делать человеку для того, чтобы это все не прошло зря? Да, для того, чтобы имплантат прижился, не было послеоперационных осложнений. Чаще всего пациенту назначаются антибиотики, противовоспалительные терапии, антисептический раствор для того, чтобы он хорошо ухаживал за зубами, редко витамины. В последнее время, если это несложная манипуляция, связанная с установкой 1, 2, 3 имплантата, то мы стараемся по минимуму назначать лекарства. Все-таки организм человека лишний раз не хочется перегружать какими-то лекарствами. Если же это связано с какими-то обширными костными пластиками, либо большим количеством имплантатов, то в этом случае необходимо обязательно назначение этих препаратов. Это на длительное время? Нет, как правило, все зависит от сложности операции, но как правило это от 3 до 10 дней. А вот после того, как у человека уже этот имплантат прижился, и все нормально, нужен ли какой-то особый уход или как за зубами? Нет, мы стараемся не делать на этом акцент и, в общем-то, никаких дополнительных рекомендаций, что человеку как-то за ними надо смотреть и не кушать. Мы хотим, чтобы наши пациенты себя чувствовали полноценно и жили полноценной жизнью, и, в общем-то, не ощущали никакого дискомфорта и ели любую пищу, которую им захочется. Наверное, один из самых важных вопросов, один из, многие боятся стоматологов за счет того, что ходят мифы о том, что это очень больно. Больно ли проводить вот такую операцию? Ну, это, я думаю, достаточно важный вопрос. И я сам, наверное, боюсь стоматологов. Не секрет, что наши все манипуляции, ну, скажем, связаны с болью, но в настоящее время мы стараемся проводить минимально все инвазивно, то есть не прибегая к каким-то сложным методикам, максимально обезболить это. То есть, как правило, обычная установка имплантата проходит под обычной вентиляционной анестезией. То есть это та анестезия, под которой лечат зубы, удаляют. Ну, как у обычного. Да, как у обычного стоматолога пациенты лечат зубы. То есть этой анестезии вполне достаточно для того, чтобы пациент абсолютно не чувствовал никакой боли. Но, повторюсь, если это достаточно сложные манипуляции, связанные с длительным сроком оперативного вмешательства, то мы рекомендуем седативный наркоз. Седативный наркоз – это как? Суть седативного наркоза заключается в том, что это не полноценный общий наркоз в понимании том, к которому привыкли пациенты. Это так называемый медикаментозный сон, при котором пациент выключается сознание, но при этом он может общаться и выполнять какие-то наши команды, ну, естественно, под контролем врача-анстезиолога. Но это, если что, какие-то уже серьезные манипуляции? Либо это серьезные манипуляции, либо пациент очень эмоционально боится. Чаще всего это, с точки зрения боли, не самая страшная манипуляция. Как правило, мы предупреждаем. Иногда наше вмешательство проходит с какими-то послеоперационными осложнениями. На это я бы хотел обратить внимание. Как правило, мы предупреждаем пациентов, что в результате нашей работы могут возникнуть такие осложнения. Иногда пациенты об этом забывают и несерьезно относятся к нашим вмешательствам. Но после больших, как правило, операций у пациентов бывает значительный отек, который держаться может около недели, а в дни 10. Чаще всего мы об этом их предупреждаем. Ну, это, например, если брать вот так прям простой-простой пример, когда какие-то манипуляции происходят, человек думает, что все, уже завтра все будет у меня в порядке, этот имплантант не болит. Да, совершенно верно. Пациенты, скажем, относятся к этому недостаточно серьезно и возникают конфликтные ситуации в плане того, что обещали, что все будет хорошо и красиво. По сути, получилось какой-то неожидаемый результат. Да, у людей же еще и страх на этом фоне может разыграться, что может быть что-то не так. Нет, совершенно верно. То есть, если поднимается температура, и есть какие-то боли. И еще тоже второй важный вопрос, который действительно людей 100% интересует, насколько это дорогостоящая процедура. Стоимость на данный момент имплантации достаточно высокая. И она является, может быть, критерием, при котором многие пациенты отказываются от этой операции. В среднем за установку имплантатов цена может колебаться от 6 до 10 тысяч гривен за установку одного имплантата. Есть, существуют и более бюджетные варианты установок, есть более дорогостоящие. Чаще всего это зависит от самого имплантата, от дополнительных вмешательств. Это может быть костная пластика, как я говорил, когда отсутствует кость, и ее надо будет наращивать. Это работа с мягкими тканями. Ну и ряд дополнительных нюансов, которые уже вам должен сказать доктор. Ну это уже дополнительные всякие работы. В самом начале с вами говорили о том, что не все имплантаты приживаются, есть разные материалы, из которых они сделаны. Можно ли утверждать, что цена за это все зависит от этого? Например, кто-то нашел дешевого, где делают дешево. Есть ли риск того, что дешево – это плохо? Ну, как правило, цена-качество является показателем. Иногда самые дорогие имплантаты не дают те гарантии, которые утверждает производитель. А иногда достаточно бюджетный вариант имплантатов достаточно работает долго и качественно, и не имеет проблем. Здесь я вам рекомендовал, нашим зрителям, чтобы им подсказал их доктор. Потому что чаще всего тот врач, который работает с какой-то системой имплантатов, он ее достаточно неплохо знает, и знает ее плюсы и минусы. И он в данной конкретной ситуации может уже вам рассказать и посоветовать какой-то имплантат. А насколько распространена сейчас имплантология вообще? Ну, вы знаете, она сейчас распространяется семимильными шагами, на мой взгляд. Это очень достаточно хорошо. Создается здоровая конкуренция между врачей, создаются хорошие условия для постоянного роста врачей. И пациенты уже не задают много вопросов. Сейчас много информации в интернете, в средствах массовой информации. И, в общем-то, пациент более лояльно и быстрее соглашается на те манипуляции, которые мы раньше очень долго не могли мотивировать пациента, потому что очень много было суждений и, ну, скажем, много было неправильной информации. Какие самые интересные случаи в имплантологии происходили вообще? Вопрос не касается моих пациентов, вернее, косвенно касается моего пациента одного. Один раз мне пришлось устанавливать имплантат собаки. Пришлось устанавливать по причине того, что собака потеряла зуб. Она является, скажем, часто ездит на выставки. И, естественно, собакам, как вы знаете, без зубов больше, чем людям они нужны. И вот, скажем так, пришлось устанавливать собаке имплантат. И вы знаете, я сам очень долго сомневался, но достаточно все прошло неплохо. Собака до сих пор с имплантатом, с зубом. То есть установить его было достаточно сложно. Это была достаточно крупная собака, и она сначала не поняла, для чего это и надо, в общем-то, зачем ей нужен имплантат. Но все прошло, слава богу, неплохо. И собака благодарна. И, если не ошибаюсь, по сей день находит с имплантатом и заслуживает медали. Может быть, вы хотите обратиться к нашим зрителям и еще раз убедить их в том, что ничего страшного в имплантологии нет? Я бы хотел, конечно, пользоваться случаем, пожелать им здоровья. Хотел бы, чтобы вы не теряли зубы. Но если такая уже произошла беда, то не стоит отчаиваться. Да, хотел бы сказать нашим зрителям, то, что на данный момент современная стоматология решает достаточно серьезные проблемы, которые еще 5-10 лет назад она не могла сделать. Поэтому не стоит отчаяться. Иногда это, конечно, бывает непросто. Но в целом, если у человека есть желание, то, я думаю, мы обязательно поможем в данной ситуации. Спасибо вам большое. Спасибо большое. С вами был сайт 6262, наша передача «Беседа о здоровье». И врач-стоматолог, главный врач клиники «Ренессанс» Антон Моторный. Спасибо, что вы с нами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok